Газета «Нераскрытые преступления» представляет В мире есть сила, порядок и закон Когда равновесие нарушается, появляется преступление Напомню, что в центре очередного журналистского расследования оказалась Алена Ромайская, банк «Пум» и фирма «Славучич-95», которая взяла и до сих пор не вернула в банке кредит на сумму 2,6 миллиона долларов При этом исполняющим обязанности директора являлся бывший супруг Ромайской Найда Юрий Петрович В ходе журналистского расследования у меня возник простой вопрос Была ли фирма «Славучич-95» платежеспособной на момент получения кредита в банке «Пумп»? Есть простой способ проверить платежеспособность любого предприятия Это налоги Если предприятие платежеспособно, оно должно как минимум платить налоги А такую информацию можно официально получить в соответствующем госучреждении В едином государственном реестре мы узнали юридический адрес фирмы «Славучич-95» Площадь 10 апреля, дом 1 После этого мы сделали официальный журналистский запрос по месту регистрации фирмы в Приморскую налоговую инспекцию Ответ нас крайне удивил, если не сказать больше Во-первых, хочется отметить оперативную работу сотрудников Приморской налоговой инспекции «Одесса» Нам не просто никто не создавал сопротивления и препятствий Напротив, ответ на журналистский запрос был выдан в течение 48 часов Безусловно, такой уровень организации – это в первую очередь результат руководства Сейчас у меня в руках находится ответ на журналистский запрос Официальный документ, предоставленный налоговой инспекцией Приморского района «Одесса» Документ, который проливает свет не только на деятельность фирмы «Славучич-95» Но и в полной мере отвечает на вопрос законности выдачи кредита в банке «Пум» на сумму 2,6 миллиона долларов Но прежде чем познакомить вас с содержанием, давайте вспомним стандартный перечень документов Которые необходимо предоставить любому юридическому лицу для того, чтобы получить кредит в банке В своем недавнем интервью этот вопрос в полном объеме осветила эксперт по кредитованию Полищук Оксана Владимировна Если мы говорим непосредственно о кредите, если этот клиент уже является клиентом в банке Пакет документов также является стандартным, то есть это финансовая отчетность клиента за последние 2 года и за последние 9 месяцев текущего года Это баланс, это форма 2 и собственно расшифровка статей баланса для того, чтобы определить, является ли клиент платежеспособным Теперь посмотрим на документ Последний отчет фирмы «Славутич-95» был сдан за первое полугодие 2007 года В то время как кредит был оформлен 6 августа 2008 года Кроме того, единственный налог, который оплатила фирма в том самом августе, когда оформлялся кредит на сумму 2,6 миллиона долларов Составлял, внимание, 200 гривен Теперь давайте объективно посмотрим на эту ситуацию со стороны Предположим, я являюсь представителем банка, который принимает решение о выдаче кредита юридическим лицам На что я должен в первую очередь обратить внимание и на какой вопрос должен ответить перед тем, как выдать кредит на 2,6 миллиона долларов? Один вопрос следующий Сможет ли это конкретное юридическое лицо вернуть не только тело кредита, но и проценты? Ведь только ради этого банк выдаёт кредиты, чтобы заработать деньги И для того, чтобы ответить себе на этот вопрос, мне необходимо изучить документы Какие? Ну, в частности, налоговую отчётность юридического лица На что я как специалист должен был обратить внимание в первую очередь? Фирма «Славучич-95» это не крупное промышленное или производственное предприятие Это не инвестиционный фонд Это фирма, которая занимается торговлей мебелью в розницу После этого я изучаю данные налоговой инспекции И узнаю о том, что последний отчёт, который сдаёт фирма Она сдаёт за первое полугодие 2007 года А я рассматриваю запрос на получение кредита во втором полугодии 2008 года Единственный сбор налог, который заплатила фирма в июле-августе 2008 года Составляет 200 гривен И при всём этом стечении фактов Я принимаю решение выдать кредит на сумму 2,6 миллиона долларов Почему так происходит? Почему специалист банка принял положительное решение в данном вопросе? Здесь может быть всего лишь два варианта ответа Либо это преступная халатность, которая граничит с безумием Потому что очевидно, что фирма на бухгалтерском сленге Это фирма-пустышка Она даже отчётов не сдаёт То есть даже денег на бухгалтера нет у этой фирмы Либо Я заинтересован в том, чтобы выдать этот кредит и получить долю Понимал ли сотрудник банка, что в данном случае кредит никто не вернёт? Ни тела, ни процентов Не буду утверждать Но все факты указывают на то, что сотрудник Вместе с заинтересованным лицом Найдой Юрием Петровичем По предварительному сгобам Группой лиц организовали незаконную операцию В результате которой банк до сих пор не может получить сумму 2,6 миллиона долларов А Алена Ромайская в судебном порядке защищает своё право на долю Но даже после всего этого Как видите, я не делаю выводов и утверждений Мы сделали ещё ряд запросов И как мне видится Ответы на эти запросы будут ещё интереснее Продолжение следует... Продолжение следует...